Последствия прерывания беременности непредсказуемы. И ребенку передается вот старый ген, то возникает конфликт по тромбоцитам. Наверное, я был против суррогатного материзма. На каких-то ранних этапах отношений нужно идти, делать спермограмму, чтобы что-то узнавать. Как бы результат здоровый ребенок для семьи. Чем конкретно занимается врач-репродуктолог? Если так вот вникать в классификацию, в тонкости, то все это акушерство гинекологии, в частности, больше гинекология, которая занимается женским здоровьем. Но в связи с тем, что меняются аспекты, специализация становится более узкой, и специалисты начинают заниматься более узкими проблемами, это становится более трудоемко, требует больших навыков, она начинает как бы разделяться на разные области. В принципе, репродуктология – это такая часть гинекологии, которая занимается репродуктивным здоровьем, обследованием и вспомогательными технологиями. Соответственно, если опять же разделить еще на большую часть, на большее, более специализированное, то можно нас всех поделить на часть, скажем так, тех, кто занимается планированием беременности, обследованием в больше, скажем, как бы консервативной зоне, и репродуктологи, которые, в частности, занимаются ЭКО. То есть, в общем-то, репродуктологов очень много, тех, кто занимается ЭКО, чуть-чуть меньше. Соответственно, вот центры ЭКО, чем они особенные? Тем, что ЭКО требует большего технического оснащения. То есть, достаточно сложная аппаратура, требуемая для проведения пункций забора яйцеклеток, и особенно требовательная аппаратура для проведения работы с самими эмбрионами. Это различные микроскопы, манипуляторы, инкубаторы для культивации эмбрионов. То есть, достаточно. Поэтому вот в этих центрах концентрируются в основном специалисты, которые занимаются, в частности, ЭКО. Хотя мы занимаемся решением всех проблем, не обязательно пациенты, которые к нам приходят, попадают на ЭКО. Но основная наша задача, основная часть работы – это именно проведение практиковалов ЭКО. Если говорить о моей практике, то я работаю в центре ЭКО с 2010 года. Это уже, слава богу, 14 лет. Сколько я провел процедур, я не скажу. Потому что, как говорил у нас военрук в школе, больше трех много. Больше трех много. Но как-то я сидел, прикидывал, и у меня получалась цифра где-то более 4, наверное, тысяч программ. Это достаточно много. Хотя, опять же, в общем море мировом ЭКО – это капелька. Хотя, наверное, существенная. На сегодняшний день, по средним данным, рождено около 8 миллионов детей методом ЭКО в мире. То есть, если мы возьмем эффективность, усредненную эффективность на рождение ребенка, это где-то 30%, это где-то 25 миллионов циклов ЭКО сделано уже в мире. Если исторически сделать небольшой ракурс, то первому ребенку, рожденному методом ЭКО, это Луиза Джой Браун. Ей в этом году исполняется в июле 46 лет. У нее уже есть свои дети. Она сама рожала, сама беременела. И это был один из доказательных моментов в том, что дети, рожденные методом ЭКО, ничем не отличаются. Это был такой великий прорыв, вызов обществу, потому что общество очень часто сопротивляется всему новому. Сложная работа. Два ученых – это репродуктолог и эмбриолог – совершили этот подвиг, за который и были награждены Нобелевской премией. Но в отличие от подвига в спорте, когда вратарь, отбивший мяч, или футболист, забивший финальный гол, получает приз через несколько минут, то, конечно, эти специалисты получили Нобелевскую премию. Через… сейчас посчитаем. В 87-й год был ЭКО. Рождение ребенка – это, соответственно, через 23 года. Но, опять же, наверное, в этом есть смысл, потому что, наверное, это признание подвело черту под ценностью метода и под тем, что этот метод имеет право на жизнь полноценную, без каких-то выемок изъятий. Почему вы решили заниматься репродуктологией? Я открою небольшую тайну, которая не тайна, что на самом деле репродуктологии как таковой, вот как номенклатурной части медицины не существует. Это, ну, такая небольшая подсказка, чтобы объяснить, в каком направлении, в каком направлении больше работают специалисты. В конечном итоге мы все акушерогинекологи. То есть в акушерство и гинекологию я пришел очень давно. Принял решение о такой специализации еще во время учебы. Какой-то… Хотя даже, честно говоря, я не думал на эту тему, пока учился, то есть все было интересно. Но один из самых первых циклов акушерских, когда увидел, как рождается ребенок, что вот это что-то новое, что вот меня настолько это впечатлило, что я с того момента решил, что посвящу свою судьбу акушерству. Ну, так и получилось. Я получил специализацию акушерскую, прошел ее и успешно работал в течение более чем 10 лет в роддоме. То есть я очень любил акушерство. Даже больше, если вот так брать части, то больше, чем гинекологию, больше акушерство. Хоть оно и более стрессовое, хоть оно более требующее, наверное, внимания, сосредоточенности, усилий. Но вот как-то очень акушерство меня впечатляло. Я с удовольствием работал в роддоме, с удовольствием был в родзале, оперировал, то есть все делал. Ну, а потом появилось какое-то стечение обстоятельств. Наверное, абсолютно не запланированное, хотя я так думаю, что вселенная, наверное, планирует все, что касается нас. Кто-то предложил, а почему бы тебе там не попробовать? А вот там были... Область только развивалась, это было достаточно давно, центров было не так-то много. Ну и я подумал, почему бы на самом деле не попробовать, не что-то поменять, потому что все-таки 10 лет это уже много, и хочется чего-то нового. и вот таким образом я попал в этот центр. Меня как бы познакомили, что вот директору сказали, что вот придет такой-то, мне сказали, что вот там придешь к директору, почему бы не познакомиться. Ну и вот познакомились, у меня были все, скажем так, ну, условно говоря, регалии, высшая категория, я все умел делать. И Леонид Антонович говорит, ну, хорошо, приходи присмотреть, мы к тебе присмотримся, ты к нам присмотришься, понравится и понравится. Я... У меня характер больше перестраховочный, поэтому я люблю, чтобы у меня обе ноги стояли твердо и там, и там. Поэтому, конечно, я начал работать в роддоме и параллельно в центре. Это был центр эмбрио, это был центр... И он и сейчас остался центром эмбрио. Вот. И, соответственно, когда я начал работать, то есть началось с приема обычного, ну и параллельно я начал узнавать о тонкости, о самом, о репродуктологии, о ЭКО. Очень большое значение сыграло это окружение. Окружение, в которое я попал, потому что если вам довелось общаться с такими редкими специалистами, как эмбриологами, то вы бы меня поняли, потому что это люди, увлеченные своей работой, это люди, которые в какой-то мере стоят у истока в жизни, держат ее в руках. И мне повезло, я встретился, наверное, с самым вот... Ну, это мое личное мнение, с самым хорошим, с самым эмоциональным, с самым ценным эмбриологом. Это Елена Валерьевна, Алексеева ее фамилия, потому что, может, кто-то по имени-отчеству не будет знать. Так, конечно, это человек очень известный, все одна, у нее куча учеников. И когда вот она мне начала очень многое показывать, рассказывать, даже то, что мне, в принципе, для моей работы, наверное, было не нужно. Но меня это впечатлило настолько, что вот что-то особенное. Вот когда ты в первый раз видишь там эмбрион развивающийся, он красивый, яркий. То есть сейчас, конечно, это уже может кого-то не удивишь этим, потому что сейчас уже медиа работает, сейчас очень много в интернете снимается. А тогда это было вот живьем, в микроскоп в первый раз. Ну, это, наверное, впечатление, если сравнить, вот если бы кто-то увидел море, никогда не видел море. Я про море, потому что очень люблю море. Вот для меня это было то же самое. И я как-то для себя понял, да, это вот мое, это мне интересно. И достаточно быстро уже полностью перешел, полностью перешел в эту область. Опять же, большое очень значение играло окружение, потому что в центре эмбрио, которым владеет и руководит Леонид Антонович Гуд, была очень такая важная особенность, что там не было лучших, не было младших, не было старших, всем уделялось внимание, все обучались, и очень дружелюбная атмосфера была, то есть практически внутренней конкуренции как таковой не было, поэтому я достаточно быстро вошел в курс дела. Ну, благо, навыки такие хирургические у меня были, хотя ЭКО предполагает еще и наличие там и более тонких определенных навыков. Ну, плюс сразу началось обучение. Я практически от полгода, наверное, отработав попал на большой конгресс, это был конгресс Всемирной ассоциации репродуктологов в Москве проходил под руководством Северина Антонори, это один из таких родоначальников ЭКО, итальянский ученый. После этого я попал на такое, как бы обучение на рабочем месте в филиал центра эмбрио, ну, как бы еще один центр эмбрио, который находится в России, в Краснодаре, там работает великолепный специалист. Семенов – это специалист, который обучал наших репродуктологов, то есть он фактически делал практически первые шаги репродуктологии в Белоруссии. Он очень, очень опытный, и я от него очень многому научился, хотя вроде бы он ничему не учил, но, знаете, вот я думаю, что вы тоже, наверное, встречались с такой ситуацией, когда ты попадаешь с человеком на одну волну, на высокочастотную вибрацию, как сейчас модно говорить, то вот эти вот эмоции, знания, особенности, они как бы передаются. Ну, и, конечно же, после того, как начали получаться первые результаты, это начало захватывать еще больше, больше, больше. Это было в 2010 году, 2010 год. В этом году профессор, сделавший первую попытку ЭКО, получил Нобелевскую премию. То есть как-то все запоминается. Современный репродуктолог. Каким он должен быть? Любой специалист в медицине, любой специалист в медицине, он, во-первых, должен быть развивающийся специалист, потому что, если мы возьмем метафорические высказывания Алисы в книге Льюиса Кэрролла, чтобы стоять на месте, нужно бежать, а чтобы бежать, нужно бежать в два раза быстрее. Поэтому время ускоряется, наука меняется, методики меняются, и поэтому знания имеют очень большое значение. Потому что, возможно, некоторые вот такие сложности появляются в недостатке знаний. Ну, то есть, когда специалист делает что-то, назовем так, по старинке, не зная, что можно попробовать сделать еще что-то. Потому что при развитии медицины развиваются и другие отрасли. То есть, допустим, вспомогательные части, такие как лапароскопия, которые решают проблемы зачастую с проходимостью маточных труб. То есть, не обязательно рекомендовать сразу такой метод, как бы радикальный, как ЭКО. Медикаментозное лечение, препараты развиваются. То есть, то, что раньше было сложно сделать, сейчас можно сделать более эффективно. Диагностические особенности развиваются. То есть, достаточно часто мы прибегаем к методу ЭКО по, назовем это косвенным показаниям, длительность отсутствия беременности. То есть, соответственно, пара пытается получить желанный результат, пытается получить беременность, они обследуются, они активны. Ничего мы не можем найти, и уже в таких ситуациях тоже прибегаем к методикам ЭКО. И вот с развитием науки, часть таких ситуаций тоже можно решить другими способами. Потому что развивается и генетика, и диагностика. Это как бы такой один аспект. А второй аспект – это, наверное, человечность и желание помочь. Потому что, к сожалению, после общения с пациентами, после их рассказов, встречи с некоторыми специалистами, создается впечатление, что эти специалисты, знаете, лучшие ученики Фрэнка Фарреля. Это такой был психолог, который изобрел провокационную психотерапию. То есть, люди попадают под достаточно жесткий прессинг, и они иногда вместо того, чтобы делать ЭКО, наоборот, в состоянии не делать ЭКО. Здесь несколько есть направлений. Одно направление – это взгляды специалистов, которые считают сами, что ЭКО очень вредно. И они говорят, что не делайте это так ужасно, пугают различными осложнениями, онкологией, пугали достаточно долго, что дети при ЭКО рождаются какие-то не такие. Когда родился первый ребенок Луиза Браун, то всерьез в обществе обсуждалось, будет ли у нее душа. То есть, соответственно, некоторые взгляды иногда так остаются, они могут быть как бы такими закостенелыми и не уходить, хотя все должно развиваться. Вот. А второй момент – это иногда склонение к более простому решению проблем, к более простому решению проблем, там, где можно поработать еще с какими-то другими методиками делать ЭКО, или какие-то особенные части ЭКО. То есть, вот у нас есть, допустим, различные виды ЭКО, когда там используются как вариант донорские клетки. То есть, в некоторых ситуациях клинические, если там очень сильно снижен резерв, или еще какие-то сложности есть, это в какой-то мере оправданный метод, он дает более быстрый результат. Но, опять же, я считаю, что тут нужно очень хорошо иметь контакт с пациентом и понимать, что для него ценно. То есть, скорость получения результата или наличие его генетической информации. Опять же, ценность… Потому что к нам приходят люди, к нам приходят люди, и они приходят, ну, я бы сказал так, за своей мечтой. А когда мы им предлагаем вместо этого какое-то догматическое решение, не углубляясь во взгляды, ну, тоже не очень правильно. Потому что, к сожалению, мы не всегда получим результат. Мы не всегда получим результат. Мы… Часть пациентов, к сожалению, уходят от нас, не получив желанного результата. В моей практике были такие пациенты, которые потом и усыновляли детей, или отказывались от этих проблем. Но очень важно, очень важно, на мой взгляд, в каком, скажем так, физическом, и особенно психическом и моральном состоянии они уходят от нас. То есть, они должны уйти с чувством, что они сделали все возможное для получения результата, а не с чувством, что они какие-то не такие, и вообще там вселенная от них отвернулась. Поэтому, наверное, для репродуктолога вот эти вот возможности оценивать состояние пациентов, возможности оценивать их интересы и идти навстречу, наверное, очень ценные. Существует ли статистика бесплодия в мире? Со статистикой все очень сложно, все очень сложно, потому что мы как бы не видим полной картины, не видим полной картины, тема достаточно табуированная. Многие пациенты стесняются этих проблем, кто-то даже отказывается от решения этих вопросов, вплоть до того, что рушатся семьи, из-за того, что не получаются беременности. И, соответственно, в различных странах процент отличается, это зависит от развития общества и от открытости общества, от того, как эти регистрируются проблемы. Разные цифры звучат. 1, 5%, 15% пар встречаются с проблемами бесплодия. Если говорить о возможности, назовем так, подстраховаться, то, конечно же, здесь наибольшее значение имеет здоровый образ жизни и здоровый организм. То есть, если мужчина здоров, чувствует себя здоровым, избегает максимально вредных привычек, и у него все хорошо, женщина здорова, то есть физиологически. С женщинами здесь немного проще, потому что мы можем судить по косвенным признакам, то есть стабильность менструального цикла, то есть общее вот это состояние, оно показательно, потому что с мужчинами тут сложнее, у мужчины может условно быть ни одного не быть живого сперматозоида, он про это никогда не узнает. То есть это уже как бы прерогатива обследований и уже более детальных, к которым чаще всего приходят уже имея проблему. Соответственно, здоровый образ жизни и внимательное отношение к себе. Мы никогда не настаиваем в медицине, чтобы сразу проводились какие-то жесткие исследования. Ну, потому что понятно, что там у мужчины может быть, могут быть проблемы. Это не значит, что ему там на каких-то ранних этапах отношений нужно идти делать спермограмму, чтобы что-то узнавать. Ну, потому что по умолчанию, наверное, правильно считать, что человек здоров, если у него нет проблем, чем видеть во всех какие-то проблемы и болезни. Потому что совсем, наверное, будет грустное общество, когда все будут исходить из такой мотивации от проблем. Соответственно, если нету каких-то особенностей, если нет заболеваний, которые были у мужчины или у женщины, то мы рекомендуем предгравидарную подготовку, то есть которая позволит более рационально работать организму, то есть насыщение витаминами, фолиевой кислоты, витамин D, то, чего сейчас не хватает часто в организме, пробовать, планировать беременность в течение какого-то времени. Стандартно считается, что эффективность цикла при абсолютном здоровье в среднем составляет 15-20%. То есть вероятность того, что пара получит беременность в течение одного цикла, в течение условно одного месяца, составляет 15-20% плюс везение. То есть, соответственно, если у пары в течение 3-4 месяцев планирования беременности, совместной жизни, не возникла беременность, это не говорит о том, что это какое-то заболевание, что это какая-то патология. То есть, если, опять же, повторюсь, нет уже каких-то сложностей, которые были раньше. То есть для женщины это нестабильный цикл, были какие-то вмешательства, какие-то операции, еще что-то, тогда уже можно, конечно, и раньше обращать внимание. А если уже в течение 9 месяцев года беременность не возникает, конечно, есть смысл обращаться к специалистам. Это может быть как репродуктолог, как это может быть просто гинеколог, который тоже владеет методиками обследования и смогут расписать все, что нужно сделать, и как бы начать какой-то подготовительный этап и поиск причин, почему беременность не возникает. Если мы имеем более сложные ситуации, то есть сложная ситуация, это может быть вот как проблемы, которые, к примеру, были уже у женщины. Допустим, когда-то диагностировались миомы, кисты, эндометриоз. Достаточно коварное заболевание сейчас все шире распространяется. Нестабильность цикла или один из факторов – это возраст, потому что с возраста фертильность меняется. То, конечно, в этих ситуациях, наверное, не стоит ждать год, можно обращаться раньше. Опять же, повторюсь, что обращение к репродуктологу не подразумевает того, что сразу скажут – все, вот в следующем цикле делаем ЭКО. Нет, это обычное исследование. Достаточно много пациентов, которые к нам обращаются, получают беременности без ЭКО. Как современная медицина относится к суррогатному материнству? Хорошо или это плохо – сказать очень сложно, потому что я считаю, что вообще ничего нет в жизни хорошего, ничего нет в жизни плохого. То есть все больше так, назовем так, конкурентно, или подходит, или не подходит. Плюс есть общественное давление, есть общественное давление, и каждое общество, и законодательно вот эти условия, они для себя выдвигают. Во многих странах какие-то процедуры запрещены, в частности суррогатное материнство. Во многих странах, допустим, запрещено донорство ацитов. В каких-то странах запрещена заморозка эмбрионов. Но это как бы юридическая часть, мимо которой мы не пройдем. Суррогатное материнство по законодательству белорусскому оно никогда не было запрещено. И я, допустим, в мое отношение к суррогатному материнству, оно прошло какую-то эволюцию достаточно сложную. Потому что, наверное, если бы я вспомнил времена своей работы в роддоме, не сталкиваясь с бесплодием, не сталкиваясь со сложными проблемами, наверное, я был против суррогатного материнства. То есть мне оно казалось как-то на самом деле не физиологично, не нормально и все. Но сталкиваясь с проблемами, которые решает каждая методика, в частности методика суррогатного материнства, начинаешь понимать, что да, оно имеет право на жизнь. Оно имеет право на жизнь. Потому что, допустим, у меня была пациентка. У меня была пациентка. Я с методикой этой встречался еще в роддоме. У нас заведующий кафедрой Сергей Львович Воскресенский проводил операции при пороках развития. И, соответственно, в результате этих операций менялась физиология. Менялась физиология. В частности, это были операции при ситуациях, когда вообще не были развиты половые органы. То есть формировалось полностью влагалище. Такие сложные, очень интересные операции, конечно, которые тоже имели ценность для тех пациентов. Это молодые пациенты с пороками развития, которые практически возвращались, часть их жизни возвращалась. То, что им было недоступно. И вот через какое-то время одна такая пациентка попала ко мне уже в центре эмбрио на прием с подготовкой к программе суррогатного материнства. Женщина не из-за капризов хочет это сделать. Просто для нее нет другого варианта. Она молодая, она генетически здоровая. У нее хорошо работающая эндокринная система. У нее работающие яичники. У нее созревающие свои яйцеклетки. Но, к сожалению, выносить беременность она не может. Ну, и вот под воздействием вот таких пациентов, вот таких факторов, начинаешь понимать, что каждая методика, каждая методика нельзя что-то запрещать полностью и нельзя что-то разрешать. Вот. В отношении суррогатного материнства белорусское законодательство, на мой взгляд, очень рациональное. И этот закон написан очень хорошо. Суррогатное материнство в Беларуси по желанию запрещено. То есть не может просто прийти женщина и сказать, что вот я не хочу рожать, там не лень, мне будет суррогатное материнство. То есть требуются определенные веские доводы. Они достаточно либеральные. То есть нельзя сказать, что они уже так ограничивают нас, что мы даже не всегда ими пользуемся. Допустим, есть одно из показаний к суррогатному материнству. Это если три неудачных попытки ЭКО было с переносом качественных эмбрионов. Но не каждая женщина, у которой после трех переносов эмбрионов не получилась сразу беременность, приходит к программе суррогатного материнства. И, соответственно, у меня были пациенты, у которых было 6-8 переносов, и они добивались сами и беременели, рожали. Но, опять же, взвесив определенный фактор, это является показанием. Страна маленькая, страна маленькая, суррогатного материнства программ раньше было не так-то много. Потому что, скажем так, каждая патология имеет свою какую-то распространенность. Не было такой жестко большой потребности. Сейчас эта ситуация немного изменилась в связи с изменением законодательства у наших соседей. У наших соседей гораздо больше, у них потребностей больше. И много пациентов, в частности, из Российской Федерации, стали приезжать к нам для проведения такой процедуры. По законодательству они должны выполнять все наши требования. Наше законодательство не запрещает проводить эти процедуры для иностранных пациентов. И таких пациентов стало больше. У нас в центре активно проводятся процедуры. Мы сами не занимаемся как в качестве агентства суррогатного материнства. То есть, чаще всего к нам приходят пациенты или из каких-то агентств, которые подбирают суррогатных матерей, или, допустим, сами находят. То есть, мы проводим медицинскую самопроцедуру ЭКО. То есть, подготовку, перенос эмбрионов. И, ну, тоже, когда встречаешься с ситуациями, когда пациенты прибегают к этой процедуре, понимаешь, что, конечно, я бы ее не запрещал под любым давлением, потому что очень много трагических судеб заставляют пациентов идти на такие процедуры. У меня были пациенты, у которых были онкологические заболевания, после которых они самостоятельно не могут вынашивать беременность. В частности, была такая одна пациентка, у которой эмбрионы были вообще созданы в Израиле, потому что там более либеральная онкофертильность. То есть, они себе больше позволяют. Мы немного больше ограничены, больше боимся онкологии. И вот она привезла эмбрионы и получила беременность. Получила беременность. То есть, если без суррогатного материнства, конечно, было бы невозможно. Можно ли верить интернету про мифы и общественные взгляды? Ну, наверное, на слово вообще никому не надо верить. Если пока сам не убедился и не проверил. Мое мнение, что вот эти мифы рождаются, наверное, как вот особенно сейчас, когда медиапространство расширяется, как вот такие, как хейтерства. То есть, есть что-то большое, что-то сделали, кто-то что-то не смог сделать. Но чужой словой попользоваться хочется. Поэтому проще, чем что-то доказывать, выдвинуть тезис, который не требует доказательства, написать в интернете, что дети больные. Если посмотреть на вот эту информацию, которая появляется периодически, что рождаются больные дети, то уже я приводил пример, который полностью это опровергает. это то, что детей уже больше 8 миллионов. Если бы они были все больные, то ни одно правительство, ни одна страна, ни одно общество не позволило бы развитию такого большого количества больных детей. К сожалению, дети после ЭКО могут рождаться с заболеваниями. Почему? Потому что ЭКО само по себе не влияет на развитие беременности, на развитие эмбриона. Это вспомогательная, механическая технология. То есть мы за счет ЭКО не можем сделать ребенка здоровым. То есть мы не можем создать биоробота, который будет по каким-то нашим критериям обладать идеальным здоровьем. То есть ребенок будет нести генетику своей, своих родителей. И ребенок будет нести предрасположенность к заболеваниям своих родителей. И даже если мы будем очень скурпулезно обследовать детей, которые родились методом ЭКО, за счет метода ЭКО, то, конечно же, мы найдем какие-то заболевания. Но уже доказано, что эти заболевания с самой процедурой ЭКО никак не связаны. Популяционные особенности, популяционные заболевания, заболевания генетическими, генетические заболевания, они остаются в популяции, хоть с этим и борются. Более того, некоторые методики ЭКО даже могут улучшить в этом плане ситуацию, потому что существует методика при имплантационного генетического тестирования. Она сложная, она делается тоже чаще всего по показаниям. И когда мы тестируем эмбрион и убеждаемся в его генетической норме. Мелких генетических поломок на уровне каких-то мелких генов, к сожалению, пока расшифровать не удается, потому что пока идет работа над этим, расшифровывается геном и устанавливается, что за что отвечает больше. Но хромосомные заболевания и часть моногенных заболеваний, они все-таки выявляются. Это тоже позволяет с одной стороны исключить заболевания детей генетические в группах какого-то риска. Там могут быть и возрастные пациенты. Это позволяет, допустим, исключить эмбрионы, которые несли бы патологию, генетическую патологию родителей, которая диагностирована. Это сбалансированные транслокации существуют. Допустим, есть заболевания, сцепленные с полом. Когда заболевание несется, допустим, Y-хромосомой, и все мальчики будут больные, в этой ситуации разрешена селекция по полу. То есть мы можем сделать генетическое тестирование и, соответственно, получить результат, здоровый ребенок для семьи. Что касается здоровья женщин, проходящих ЭКО, опять приведу тот же аргумент, который я уже считал. 25 миллионов, как минимум, циклов ЭКО, проведенных в мире. Если бы появилась какая-то проблема, которая вызывается программой ЭКО, то, соответственно, она бы уже была статистически значима. И в этой ситуации, конечно, общество бы на это отреагировало. Что касается модной темы, которая периодически появляется на просторах интернета, это онкозаболевание, связанное с процедурой ЭКО. К сожалению, ЭКО не может оздоровить. И если по какой-то причине пациентке суждено заболеть онкологическим заболеванием, то ЭКО его не предупредит. Может ли оно ускорить его? Наверное, да. Наверное, в каких-то частях да. Поэтому все пациенты, которые идут на ЭКО, проходят тщательное обследование. То есть мы проводим диагностику тщательную терапевтически. То есть то, что может быть, что нам могут терапевты помочь. Мы проводим диагностику зон с повышенного риска. Для женщины эта зона – это молочная железа, щитовидная железа, состояние шейки матки. Мы тщательно обследуемся, чтобы, если есть минимальные риски онкопатологии, чтобы уже эти пациенты, конечно, были исключены. Ну а по поводу суррогатного материнства, что происходит с ребенком, когда его вынашивает другая женщина? Вопрос достаточно непростой. Он, наверное, больше касается философии, взглядов на эту проблему. Но с учетом сложности проблем, которые подталкивают к этой процедуре, наверное, эти особенности не имеют большого значения. Потому что вообще, если мы будем говорить о развитии организма, то существуют генетические факторы, это нам ясно, то, что запрограммировано в хромосомном, скажем так, коде. Но эти коды дублируются, и какая из них часть будет включаться, даже есть так называемые эпигенетические факторы, то есть факторы, которые воздействуют, и за счет их воздействия включаются определенные гены. То есть, конечно, 9 месяцев развития ребенка это период, когда идут какие-то уже закладка каких-то изменений, не только генетических, это связано и с формированием органов, и контакт, наверное, сохраняется с женщиной, которая вынашивает эту беременность. Уже доказано, что дети слушают, слышат, видят, чувствуют, видят, как бы чувствуют время суток. То есть, это не пассивная роль женщины в вынашивании беременности. Но, опять же, к сожалению, это тот выход, который нашла медицина в данных сложных ситуациях. И, ну, это то, на что идет пациентка в какой-то мере сознательно, потому что, если мы возьмем еще один такой вариант вспомогательных технологий использования донорских клеток, когда пара берет донорские клетки, мужские или женские, и там ясно, что 50% генов будут донора, но, тем не менее, по их критериям это подходит, это их устраивает. И желание иметь ребенка тут выше. Усыновление детей. Пожалуйста, усыновляют детей абсолютно генетически, чужих, которые, более того, даже развивались в каких-то условиях. Иногда это же дети не всегда с роддома. Но растут дети, растут дети. И у меня есть знакомые такие семьи, которые усыновляли детей. Эти дети растут абсолютно, не чувствуя, что они усыновлены. Родители тоже не чувствуют, потому что, наверное, если истинное чувство материнства у женщины, то она как-то... Природа так создала, что она принимает ребенка, берет за него ответственность. Если это истина, если это не в порыве каких-то эмоций и воздействия общества, а если это потребны женщины, то это работает позитивно. К чему может привести аборт? Последствия прерывания беременности непредсказуемы. Потому что здесь могут быть последствия как условно-механические, то есть в результате проведения манипуляций могут быть воспалительные процессы, повреждаться или слой матки эндометрии, что потом препятствует имплантации, развитию беременности. Могут повреждаться маточные трубы, что приводит к трубному бесплодию. Ну и нельзя исключить каких-то, ну, знаете, как все в медицине суеверные, фаталистических последствий, которые мы можем приписать к суеверию, но может у них есть и органические какие-то особенности. Я для себя делал такие как бы выводы, что достаточно часто приходят пациенты, у которых в молодом возрасте были прерывания беременности, после чего они не беременеют, и мы не можем, к сожалению, найти причин. Может, это вселенная, может, это мы просто не доросли до чего-то, может, это сбой к организму, потому что если женский организм как бы потерял, избавился от беременности, может быть, у него какие-то вырабатываются как бы механизмы препятствий, это может, ему просто не нужна эта беременность, но это как бы не точно. Как отцовские и материнские гены влияют на беременность на примере тромбоцитов? Сейчас идет очень много расшифровок, потому что закладываются, допустим, более молодые гены, мы же как бы смешиваемся, генетический код смешивается, и появляются новые гены, новая мутация, ну и по-еще что-то. И это сейчас настолько сложно, ну, допустим, вот как бы такой, опять же, метафорически такая есть ситуация, что есть, мы знаем все группу крови, группу крови человека, это всем известно, но, допустим, мы не знаем, что есть группа, ну, можем назвать, как группа крови, тромбоцитарная, и там существует два гена, один новый, другой старый, генетически, вот как они образовывались за счет мутаций, и, соответственно, если у женщины вот этот новый ген, он там кодируется, да, ДР3, а у мужчины старый, и ребенку передается вот старый ген, то возникает конфликт по тромбоцитам. Раньше этого здесь особо не знали, это вот достаточно новые такие наработки, так вот, если не проводить иммунную терапию, не диагностировать, то рождение чаще всего второго ребенка практически невозможно. Ну, просто, вот смотрите, мы же встречаемся с как бы неизвестностью, вот там что-то случилась, трагедия, внутриутробная, гибель плода, и мы пытаемся разобраться, а вот иногда находятся такие тонкости, которые на это много влияют, и, допустим, в роддоме, в роддоме есть такая, иногда ставится диагноз детям переходящая тромбоцитопения, то есть, когда у ребенка низкие тромбоциты, а потом раз, они отстроились. Так вот, очень часто бывают такие дети вот у этих женщин, то есть, у нее первый ребенок, пока сенсибилизации не было, как бы проскочил, родился, а второй в этой ситуации уже не родится. Но это очень редко, к счастью. Это такая крайне-крайне редкая там один на миллион. Советы будущим родителям. совет вести здоровый образ жизни. Это очень важно. Это избитая рекомендация, но она имеет очень высокий вес, потому что то, что мы сломаем, починить бывает иногда достаточно сложно. Соответственно, если говорить о наблюдении, если говорить о наблюдении, стандартное наблюдение. То есть, как диспансерное, не диспансерное, как стандартное наблюдение, если говорить о женском здоровье, то рекомендуется контрольные осмотры ежегодно. То есть, они проводятся с каким-то минимальным объемом и в зависимости от возможных сложностей этот объем расширяется. То есть, гинеколог может порекомендовать не только взять, допустим, онкоцитологию, еще что-то, сделать какие-то гормональные тесты. При планировании беременности хотелось бы дать такой нестандартный совет, такой, может быть, и меня забросают яблоками в него. Это поторопитесь, не дотягивайте милые женщины планирование беременности до 50 лет, потому что после 50 лет мы даже ЭКО не имеем право уже делать. Ну, это, конечно, с долей шутки, но все-таки нужно всему свое время. Бизнесом можно заниматься и до 100, а детей вырастить, наверное, нужно чуть пораньше. вот, а тех, кто столкнулся с проблемой, тех, кто столкнулся с проблемой, конечно, я бы порекомендовал обращаться, обращаться, искать помощь, даже если это просто вопросы, просто вопросы, то их надо задавать. А у тех, у кого уже поставлены диагнозы, есть сложности, те, кто борется за получение беременности, я бы дал рекомендацию, которую когда-то озвучили в своем произведении братья Стругацкие, что нужно, чтобы проходить сквозь стену. Это нужно видеть цель, верить в себя и не замечать преград.